всем привет сегодня готовим молочную лапшу как из детства что нам потребуется в первую очередь для этой лапши угадайте слова лапша антоха молоко нет нам потребуется моя дочка алисе алексеевна иди не заготовили не знанию смотрите когда-то мы варили слизь с тобой лапшу куриную до бабушкину ты была на подставке на подставке стояла помнишь прошло совсем немного времени вот видите уже уже не на подставке очень-очень быстро у нас ну что слова сходи сбегал надоел два литра молока давай выливаем да и ставим на на огонь 2 литра у нас здесь 2 литра не 6 литров как мы обычно делаем это сюда поставить красиво что пошли этот постой здесь дело в том что у нас заканчивается съемочная серия в которой мы готовили борщ с постный с грибами гаспачо мы готовили мы готовили суп ббс французская кухня мы готовили суп зеленый суп джимми оливера много чего готовили будешь пробовать так что нам нужно для для молочной лапши молоко молоко мы поставили два литра так соль чайная ложка соли на 2 литра морской соли но можно обыкновенной соли естественно просто стоит морская соли все сахар коричневый коричневый или простой сахар 2 столовые ложки это немножко знаешь немножко такой карамельный карамельный вкус имеет масло и масло сливочное костромской в данном случае иначе я сделал лапшу грибную грибную лапшу тоже смотрите на канале тоже мы варили сегодня и часть вот я оставил здесь немножко подсушил и мы будем ее закладывать с тобой в молочную в детскую лапшу вас кормили в детском садике нет вот такой лапша в школе тоже нет бабушка суп молочный с лапшой давала а такой лапши вот конкретно такой давай вот это попробуем попробуем а ну хорошо а в детском садике ребенку в детском садике ужас какой-то картошку не ела пока расскажу историю я вообще не любила картофель даже все любят картофель free я его тогда вообще не любила вот мне бабушка его не давала там мама не готовила воды папа 11 раз не ела и поэтому не готовили вот и папа один раз приготовил с тыквенным маслом я попробовала мне понравилось очень а потом бабушка по-своему приготовила мне понравилось а потом мало по-своему приготовила мне тоже понравилось вот в общем а у Dontia и тыквенного масла да и и не в школе я не в общем мы сделаем рецептик для детей если в вашим детям тоже испортили вкус вот если вашим детям тоже испортили вкус в детском садике или школе они чего-то не едят ищите выходы какие-то какие-то выходы ищите потому что это может закрепиться на всю жизнь давай будем разговаривать чтобы разбирать тут некоторые вот эти штучки слиплись и вот напишите может быть мы что-то посоветуем если у вас например вот никак ребенок не не есть какую-то еду может быть у нас есть опыт такой или просто обсудите может быть в комментариях как это сделать можно то есть давайте превратим вот сегодняшний выпуск в какое-то некое некую площадку обмена информации потому что вот я долго думал как как научить опять приучить ребенка там есть например картошку пюрешку и вот такие вещи у меня получилось ну что пошли к плите сменим позицию если наоборот нет не вози там перемешивай перемешивай уже не вузе не пытаюсь их убрать так ну чего давай сахар сначала закладывай сахар 2 столовые ложки сахара прямо туда раз и размешивай ну хорошо только надо аккуратно мне страшно в том ты делаешь то страшно когда плюхаешь да горячее молоко может обжечь перемешиваем хватит теперь она уже почти закипает мы убавляем убавляем чтобы оно не пошло вот тебе давай соль аккуратно не плюхай так все начинаем закладывать и не плюхай только не плюхай самое главное научись возьми сначала по чуть-чуть немного бери так и не плюхай так раз они не может прямо туда выкидывать и перемешивай в общем концу закладки ты должна прямо в молоко закладывать уметь теперь говорю не пониже отпускай и и вот молодец нормально капнула папа сердце опять разорвется сейчас ну вот хорошо чего вот можно через лопатку на детс расскажи что вы с готовите просто я постоянно не готовите что-то и я помню шарлотки вас фирменная тема шарлотки просто вообще улет дальше еще мы всякие умеем а имбирные пряники дальше всякие там пирожные панкейки кейки давай панкейки кейки а рулетики мы еще с тобой и с мамой готовили помнишь со сливовым вареньем и априкосов и вообще закладывай закладывай вот тут вот тут надо как бы быстро заложить потому что получится что одна переварилась а другая не доварилась но не мягкие в принципе все я убираю да их там так много но теперь помешивать надо потихонечку помешиваем до готовности а сколько их надо делать они быстро это надо почувствовать вот такие штучки фетучини сейчас тоже очень классно в лапшу мы попробуем закридаем давай попробуем фетучини туда же раз да да не похоже они будут отличаться но будут похожи одновременно ну чтобы мало ли кто не хочет лапшу например покупать или делать самому то вот эти вот эти вот фетучини сейчас мы тоже попробуем да ладно 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 все кружочками таким можно попробовать давай давай варим до готовности лапши и вот этих штучек которые видишь густеет как как молоко густеет она одновременно выкипает лапша отдает вот это вот муку свою частички муки вот это вот этого своего состава и молоко становится густым когда вот важно добиться медленно-медленно кипит не уходит как обычно уже а уже превратилась в суп потому что там соль сахар и соответственно вот эти частички лапши и частички фетучини перемешивай перемешивай то есть я в итоге не должно быть но она не будет не будет хорошо белочка белочка не бойся не бойся вот посмотрите это девочка наша была запись еще только я взяла на руки обычно это первый раз заскрыли 70 выпусков чтобы было пришло к нам мои хорошие тоже или просто белка жена джази боевая подруга так опа ну что детская лапша молочная готова готова осталось только масло положить масло боговаровская наше костромское очень хорошее 170 грамм тут ну 70 грамм точно надо положить маслом кашу не испортишь есть такая поговорка знаешь я думала просто ты сейчас все откроешь так все плюхнешь да нет что-то сейчас мы вообще сейчас сказка просто будет давай еще тарелочку какой тебе нет это тебе эту это папина тарелка вот папа будет с точками для девочек ну просто смотри ребята изменился на камеру видно не только внутрь это вот это вот длинное это фетучини если вы хотите если вы хотите устроить трэш как мы вот такие же фетучини не надо их ломать но чтобы детям должно быть весело правильно нанесешь он не скользкий а убегает просто снаружи вот этой просто белая вот это снаружи красиво пригарок пригарка классная хочешь и себе ставлю мне не хочу таки вон еще вообще круто ребята я придумал вилкой помогает тебе твоей же вилкой я считаю так если готовить с детьми и это будет нормой неинтересно и ничем не кончится каким-нибудь изляпанным крашен трэшем то это вообще бесполезно да лучше и не начинать как ты считаешь помните как у нас кто под кто у нас видел наши хинкаде как саша для пил хинкаде да это было вообще то есть саша комментариев собрал больше чем я не знаю борщ украинский все мы немножко да одна одна очень хорошая была комментарии все мы немного саша ну что давай пробуй вот вилки сейчас попробую горячую ну что будем пробовать молочко молоко вкусно но горячее ну подуй да это вкусно ну вкусно просто вкусно просто вкусно съедобно вкусно лучше только по тебе у тебя в детстве и так не кончилось еще для тебя как в детстве а ну так это да ой ага и сладкое и соленое одновременно так такой классный баланс мы делаем мы берем фитучини и раз и наматываем обалденно вообще слушай масло не жалейте сливочного и молоко тоже не жил ни одного процента на жирности можно ставить не надо вот фитучини берешь делаешь тут даже особо лапшу тут углавливать ну так в общем все все говорит само за себя да ну ладно спасибо тебе спасибо тебе за участие в нашей программе напишите может быть вы знаете хороший рецепт супа и мы детского супа который мы можем с Олесей Алексеевной вместе воспроизвести у нас в студии да придешь еще сниматься ну в каникулы в каникулы сейчас впереди у нас летние каникулы они долгие и мы что-нибудь придумаем напишите пожалуйста нам рецептик а мы его воспроизведем можете прямо в комментариях я все равно все читаю комментарии на все отвечаю и тоже и Алисия тоже почитают хорошо? хорошо до свидания я вам покажу